Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о нашем с мамой путешествии по Северной Ирландии в августе 2018 года я расскажу про город Лондон-Дерри. Лондон-Дерри или Дерри, как любят называть его ирландские националисты, с ирландского Дорри означает дубовая роща. Город находится в северно-западной части Ольстера и является административным центром одноименного графства. Это крупный экономический центр и морской порт. Дерри находится недалеко от границы с графством Донегал, с которым он имеет тесную связь на протяжении многих веков, и является вторым по численности населения городом в Северной Ирландии после Белфаста и пятым на всем ирландском острове. Город лежит в характерной холомистой местности, он расположен у устья реки Фойл, которая впадает в Лох-Фойл. Население Дерри с его пригородными в 2011 году насчитывало около 105 тысяч человек. Из них 75% католики и 23 протестанты, но остальные 2% видимо эмигранты из других стран. В 1971 году на левом берегу реки жило около 17 тысяч протестантов. На протяжении 1970-х годов их количество уменьшалось. Так, по переписи на 2011 год протестантов на левом берегу осталось 3169 человек при 54976 католиках. Так вот, современный Дерри раскинулся на двух берегах реки Фойл. Часть вокруг старого города называется Ситисайд, а на противоположном берегу разместился район под названием Ватерсайд. Как я поняла, именно в Ватерсайд живут протестанты, а в Ситисайд католики. Ну, если наоборот, поправьте меня. Так вот, две части города соединены двумя автомобильными мостами и одним пешеходным мостом, который был открыт в 2011 году и называется Мост Мира. Так, по задумке архитектора, он является символом соединения двух общин, разделенных рекой – протестантской и католической. Итак, мы находимся в городе Лондон-Дерри, что находится в Северной Ирландии, на северо-западе. Практически на краю земли, северо-запад. Так, Лондон-Дерри – это Peaceful Most называется, был открыт 25 июня 2011 года Европейским Союзом. Климат в Дерри, как и в большей части Ирландии, океанический. Самая низкая температура зарегистрирована здесь в декабре 1995 года, как минус 11 градусов по Цельсию. Летом же, в июле и августе, столбик термометра не поднимается выше 19 градусов тепла. Дерри – одно из древнейших заселенных мест в Ирландии. Самые древние упоминания о городе относятся к VI веку, когда святой Колумба основал монастырь на левом берегу Фойла, в месте, называвшемся тогда Дойри Калгач. Согласно преданиям, земля была дарована Колумбии местным правителем. С VI по XI века Дерри был преимущественно монашеским поселением. Город приобрел стратегическое значение во время английского завоевания Ирландии при Тюдорах. В это время он неоднократно подвергался нападениям. Дерри – один единственный оставшийся полностью нетронутый город-крепость в Ирландии и один из крупнейших примеров города-крепости в Европе. Его стены имеют примерно одну милю, то есть полтора километра в окружности и различаются по высоте и ширине от 3,5 до 10,5 метров. Они были построены в 1613-1619 годах достопочтенным ирландским обществом в качестве защиты от поселенцев начала XVII века из Англии и Шотландии. Стены полностью сохранились и образуют пешеходную дорожку вокруг внутреннего города. Они обеспечивают уникальную набережную, чтобы осмотреть регулярную в Ирландии планировку. Старейшее здание города тоже относится к той эпохе – это готический собор Святого Колумбы, построенный в 1633 году. Современный город сохраняет планировку XVII века, где от центральной площади расходятся четыре главные улицы, ведущие к епископским, паромным, мясницким и портовым воротам. Дерри был центром зарождающегося движения за гражданские права в Северной Ирландии. Католики подвергались дискриминации при юанистском правительстве в Северной Ирландии, как в политическом, так и в экономическом плане. В течение Ирландской войны за независимость в городе было много столкновений между католиками и протестантами. Многие жители города погибли или были вынуждены покинуть свои дома. В конце концов, политики смогли договориться, и насилие прекратилось. В 1921 году, в результате разделения Ирландии, Дерри вдруг стал пограничным городом, потеряв старые экономические связи с регионом Донагал. Дерри – второй по значению экономический центр Северной Ирландии. Здесь традиционно размещались предприятия льняной, швейной, химической и пищевой промышленности. В последние годы развивается высокотехнологический сектор. Так, например, завод Seagate производит в Дерри 80% магнитных головок для своих жестких дисков. Один из которых я купила недавно на 4 терабайта – Seagate. То есть этот жесткий диск основан на магнитных головках из Дерри. Итак, после того, как мы прилетели из Лондона в Белфаст и прогуляли там целый день, мы сели в поезд и направились в Лондон-Дерри. О Белфасте я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Путь до Лондон-Дерри, честно говоря, не помню, сколько составлял. Ну, не более двух часов. Приехали мы туда достаточно поздно, часов в 7 вечера. И так как начало темнеть, мы первым делом направились искать наш отель. Ну, как отель? Наверное, Bed and Breakfast. Мужчина, как мы потом выяснили, один сдавал несколько комнат в отдельно стоящем доме. Но так как он там постоянно не присутствовал, ресепшена там не было, ну, такая частная конторка, поэтому на входе было написано, если у вас есть вопросы, если вам нужно заселиться, позвоните по этому номеру телефона. Я позвонила, и пока мы ждали, минут 10, пока он приехал, ну, то есть он где-то недалеко живет, мы увидели достаточно агрессивную какую-то группу ирландцев, которые что-то кричали, скандировали. Но, слава богу, нас не задело, они как-то прошли мимо. Потом, пока я прогулялась по улице, увидела, что там находится какой-то ирландский националистический магазин с какими-то фастиками, ирландскими флагами и, ну, в общем, со всей этой символикой. И я как-то стала побаиваться, что нас сейчас где-нибудь прихлопнут, убьют. Но на самом деле пронесло, мужчина приехал, заселил нас в отель, и мы легли спать. Итак, что же было на следующий день? На утро мы проснулись, мужчина нас накормил вкусным завтраком. Ну, у него небольшие такие завтраки, были там йогурт, пару кусочков тостов с джемом, чай, кофе, небольшой такой завтрак. И нам удалось с ним пообщаться, он очень сильно старался нам угодить. Он, конечно же, спросил, откуда мы ему, сказали, что из России, он такой, вау! Типа того, что он из России, у него еще не было никогда клиентов. И ему было достаточно интересно с нами пообщаться, поговорить, что-то рассказать, что-то показать. А мы его спросили, ну, так как не видели больше никого вокруг него, он что, один занимается этим отелем? И он говорит, да, один! Вот я же закупаю еду на завтраке, стираю все постельные комплекты после того, как жители съедут. В общем, один там крутится-вертится, и так достаточно интересно было с ним пообщаться, так как я тоже до этого в отеле работала. И знаю, какая это работа напряженная. То есть тебе надо все успеть, заселить, выселить, постирать, снова накрыть, прибрать. В общем, крутится-вертится мужик, чтобы как-то вот выжить и жить. Держит отель в центре Лондон-Дерри. Утром же мы пошли гулять по городу. Забрели как раз-таки вот на эти стены крепости. Походили по ним, посмотрели пушки. Вот этот вот собор Святого Колумбы, который, кстати, не вписывается в знаменитую регулярную ирландскую планировку, и тем самым подчеркивает его значение. Это был первый англиканский собор после реформации. Также на стенах этой крепости, пока мы там ходили, гуляли по широким дорожкам, мы увидели вот такого вот щеночка, и мама решила с ним пообщаться. Он полез к ней целоваться, обниматься, в общем. Мама, как всегда, с удовольствием пообщалась с собачками. Исторические стены здания включают в себя церковь Святого Августина, расположенную на стене на месте древнего монашеского поселения. Универмаг Остин с медной крышей. Один из старейших в мире зданий суда в стиле неоклассицизма на Бишоп-стрит. Одним из символов города является поздневикторианский гилд-холл, где заседает городской совет. Мы прогулялись, спустились в какой-то жилой массив. Там я тоже пофотографировала, поснимала обычную жизнь жителей Лондон-Дерри. И мы спустились как раз-таки вот к этому гилд-холлу, где в лужах купались голуби. Я их поснимала. Рядом стояла какая-то огромная деревянная статуя лошади. Видимо, это современное искусство. И после этого мы направились через реку Фойл по мирному пешеходному мосту. Пока мы пересекали этот мост, над городом нависла огромная туча. И мне так и вспомнились Иванушки Интернешнл, песня «Тучи». И я решила исполнить эту песню прямо на мосту на русском языке. Вот как это было, вам показываю. Тай на небе тучи, а тучи, а тучи, а тучи. Как люди, как люди, они одиноки. Но всё-таки тучи не так жестоки. Тучи. В общем, мы там весело проводили время. Ходили, гуляли, развлекались. Смотрели на город что с одного, что с другого берега реки. И дошли до вокзала. В городе и его окрестностях много музеев и других достопримечательностей, среди которых можно упомянуть железнодорожный центр долины Фойла, центр Амелии Эрхарт и заповедник, музей порта, музей свободного Терри, музей работного дома и так далее. Мы же прогулялись на набережной напротив Гилдхола от моста до следующего моста автомобильного, но там тоже есть пешеходный переход, пройдя через железнодорожный вокзал. Там пофотографировались много каких-то металлических конструкций, тоже или что-то строится, или какое-то современное искусство. Мы так и не поняли. Если кто-то знает, пишите в комментариях. На каких-то лесенках я увидела море маков и васильков, там уже чуть ли не улеглась фотографироваться с ними. А рядом с вокзалом находится очень красивая такая площадка, где открывается вид на старый вот этот вот город и венчает его пашня главного собора города. И там на набережной было оформлено очень много разных цветочных лумб в горшочках, и петунии, и еще какие-то розовенькие, желтенькие цветочки. В общем, я это все нафоткала. А потом сквозь призму этих цветов увидела вот этот вот красивый вид Лондон Дерри и пофотографировала в качестве, так скажем, главной открытки города этот вид на город. Лондон Дерри – это, наверное, самый главный город в Великобритании, вообще во всей Великобритании, ну, естественно, после Лондона, который мне очень понравился и запомнился. Не знаю, почему такие города я для вас, мои дорогие подписчики, называю атмосферными, то есть я очень рекомендую съездить в этот город. На обратном пути мы походили по Charity Shop, и в одном из таких магазинов я увидела огромное количество бижутерий. Различные сережки, браслеты, кольца продавались всего по одному фунту. И я купила три пары сережек, вот такие вот, и сегодня вот для вас надела вот эти вот черные. Очень мне понравились какие-то экстравагантные. А также браслетик, который я купила там же, в этом магазине. Вот такие были у меня сувениры из Лондон-Дерри. Вечером мы пришли в отель, переночевали. Утром мы встали, немножечко еще прогулялись по городу. Зашли на какой-то высокий холм, и оттуда для нас открылся вид на современный город Лондон-Дерри. Там какие-то рисунки на домах виднелись, кладбище было видно издалека. Я это все поснимала и отправились на вокзал, где мы сели в поезд до Белфаста через нашу следующую остановку Колл-Рейн. Об этом городе я вам расскажу в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!